Продолжим про интересную сталь. Эта сталь ржавеет. В данный момент вы этого не видите, потому что я ее почистил, клино почистил. Вот ржавчины, обычной смазкой и спроем, глубоко проникающей из эшана. Интересно, потому что у этих двух мор такого нет. Казалось бы, это одна и та же самая линейка. Странно как-то. Компаньон у нас практически не ржавеет. Он ржавеет на стыке. Практически не видно. Если вы будете периодически его чистить смазкой какой-то, просто протирать смазкой чем-нибудь таким масляным, техническим. даже ничего не заметите. Скорее всего, этого даже никто и не видит. Такая вот интересная как бы сталь. Так, идем дальше. Бака. Никаких следов. Все хорошо. Чем интересна пока? Конкурент или копия? Думаю, что конкурент. есть сатин. Нету глянца. Это хорошо? Хорошо. Обух практически такой же. Наверное, такой же. 2,4. Нет смысла замерять. Разницы нет. Рукоять. Рукоять. У бака чуть меньше. Или это кажется? А, нет, это кажется. Это кажется, потому что на этом уровне они одинаковые. Здесь вот как бы пяточка приподнята. Ну, опять же, ладно. Первый плюс. Не глянется. Второй плюс. Не ржавеет. Никаких следов от моря. От соленой морской воды. Никаких следов. Плюс. Еще один момент. Можно купить вот с такой вот клипсой. То есть, можно соединить два ножа. Выполнять разные задачи какие-то. Ну, как бы. Иногда бывает это полезно. Это можно. Ножны. Очень хорошо фиксируют нож. Нож отсюда никуда не денется. Не вытряхнется у вас как компаньон. И проблема какая из-за этого присутствует. Даже вот так. Это следы замины на рукояти. Вот. Полосочки. Это все от вот этих трех зубчиков. Которые упираются вот в это место. Что будет с ним дальше? Покажется время. Никто об этом ничего не говорит. Не показывает. Не знаю, почему. Никто об этом ничего не говорит. Продолжим. Следующий. Стэнли от Макс. Нержавейка. Самый толстый выбух из всех. Самая короткая лезвие. Самый развитый упор гарда. и упс. Есть отверстие под темляк. Ничего не надо колхозить, ничего не надо сверлить. Прорезиненная рукоятка. Достаточно грубовато так выполнена. Ну, как будто вы так и надо. Меня не скучает. Я спрашивал у других. Кому-то она не нравится. Кажется, она уродская. Самый маленький клиночек, но самый широкий. скандиспуски с конкретным таким подводом. Режет хуже всего. Даже просветы, замины есть какие-то. Время покажет, на что способны эти стари. Как они держат заточку во время резка. Если в морах ну, как бы все нормально. Вот это, конечно, так, непонятно что-то, думаю, что не сильно отличается. В физкросе тоже все понятно. В Тормантине вот этой вот тоже все понятно. То бака и Стэнли неясно. Также у бака и у Стэнли более грубый омух по сравнению с компаньоном. И работать например, по огниву думаю, ими будет лучше. Я такой ерундой не занимаюсь. Кому-то это нравится. Как по мне, было бы идеально, чтобы было как у этих товарищей обработка обуха. Вот здесь действительно серьезно. не стал проверять Упинель на ржавение, потому что деревянная рукоять, априори вы будете этот нож меньше стараться именно купать в воде по минимуму и следовательно клинок, чтобы он вас не набухал и так далее и тому подобное. Еще что у нас сегодня купалось в морской вале. Вот такой нож Трамантино Professional Master Stain Free High Carbon Made in Brazil Стали интересно интересен сам нож. это кухонник. Но бывают и кухонники могут работать. Пока не проверим на рез ничего не можем говорить. Но интересно что что за HyperBone. Сама Трамантино пишет с обратной стороны что это 4110 или Sandvik. Вот тут видно Sandvik. А вот тут видно 1.4110 почти как у Goldsteel 41.16 круп и это круп получается. Ну что ж хочу подвести итог. Для чего я все это говорю море. Вот я начал про море. Если не брать Fiskars не брать Трамантино не брать Трамантино то 3 4 5 ножей которые у нас сегодня на обзоре есть идеально для того чтобы взять их с собой на море. Ну с некоторыми но. Как выяснилось подвержен коррозии. Серьезный сразу явный видный. Это плохо. щели оттуда будет идти коррозия. Тоже чистить это плохо. Эстетика может быть какой-то функционал необработанный обух. Все это минусы. Конечно же у компаньона нет проблем. Flex нет проблем. Вообще никаких проблем. У компаньона иногда бывает от более длительного контакта. В стыках вылазит ржавчина. Об этом показывал Сокулевич. У него правда вылезло очень конкретно много. Потому что он держал очень долго в агрессивной среде. Такое бывает. И правда не на всех компаньонах. Еще почему их можно брать? Для чего? Вы на море только в трусах или в шортах. за трусы за шорты взяли и одели и все. вы подошли к столу надо что-то накрыть например обед у вас начался. Развернули вот он у вас висит. Развернули достали отрезали что-то нарезали обратно потом опять развернули достали все хорошо вы работаете ножом трусы с вас не слазят вместе с шортами на прочность резинку или шнурок не проверяют вот допустим у вас бака очень тяжело достается снимется вместе с трусами или шортами хорошо это плохо в лесу хорошо на море считаю что не очень если вот так вот с трусами Стэнли то же самое не так туго как у бака но намного лучше чем у компаньона у про серии все тоже есть клипса чего нету холта форса кстати холта форс аутсайдер это плохо он такой же как фискарь только у него более массивная эта клипса ну как бы все можно его брать если ничего нету если он вам приглянулся если сталь себя покажет неплохо да можно приспособиться понять как ему чего там но хорошие ножи тем более в доступном ценовом диапазоне этот нож сталь не очень но филе я снимаю не часто тратить более тысячи за муру ну такое я посчитал что надо проверить более дешевое что-то я и на кухне работаю аутос не устраивает поэтому если буду работать с рыбой с виле ну как бы меня устроит даже не совсем может быть там какая-то такая не шершавая рукоять меня все устроит также есть ножны можно взять этот нож с собой не бояться повредить какие-то там куда угодно его положить он уже не порежет вам ничего все будет хорошо фискарс ржавеет кто-то говорит сталь меня устраивает сталь для тех задач под которым предназначен вполне он не тонет за это ему можно простить даже лезвие со слабой со слабым этим ушком петельками потому что даже с этими ножнами он все равно не тонет у меня были случаи когда я ронял нож потом не мог его достать в общем топил нож для рыбалки самое не так как используют олег атака шатун он там рыбу разделывает конкретно очень сильно работает я столько никогда не мог поймать я всю жизнь прожил на Азовском море на Черном море в Крыму в основном всю жизнь только выезжал когда мне надо было по делам по работе и даже когда я ведро рыбы ловил это был обычный бычок или какая-нибудь кефаль обычными ножами мы все разделывали эту рыбу чистили и так далее поэтому я имею ввиду что на рыбалку это когда ты ловишь рыбу складываешь а тебе надо что-то подрезать леску или еще что-то или там то же самое рыбы там чего-то или нарезать вот этого вполне достаточно плюс если он выпал вы его выловить сможете вот чем его плюс а не так что им там тяжко работать по 40 килограмм карася разделывать ну как бы есть в этом резон но такое и потом можно как бы за тот же бюджет который просят набрать себе ножей под те задачи которые надо для рыбалки резак самостоятельный нож на все про все на все случаи куда угодно даже на каждый день носил носил поменял приоритет поэтому в гараж машину на рыбалку после рыбалки на разделку можно подобрать ножи и все они будут дешевенькие может быть нож вот такой для души но в то же самое время очень даже с хорошими показателями и характеристиками пенель красавчик хорошо режет долго держит заточку правильная геометрия идеальный хозбит ручка разбухает проварите в масле опять разбухает еще раз проварите и вот семерочка у меня была девятка я ее подарил кстати подарил вчера про поход говорил оттуда у меня такие руки застряла машина МЧСники нас вытащили я сделан презент была девятка девятка в самый раз под мою руку может быть даже десятка олег пробовал оттк шатун айнекс и инекс нержавейку оттк или сэндвик ну в общем он сказал что сталь неплохая ручка ему не понравилась рукоятка было бы неплохо узнать что он считает по поводу углеродки кому-то тоже нравится и кто-то говорит что очень хорошо видно как углеродка держит заточку именно на опеналье на морах так ты не увидишь мягковато вместо вот этого ножа я бы советовал вот как вот рекламируют чтобы куда-то подлезть и так далее вместо этого ножа я рекомендую просто всем кто там от этой рекламе в восторге купить канцелярский нож с широким или узким резвием какой вам там надо гнется хорошо чтобы подрезать так же как и этот нож чтобы срезать какой-нибудь тут раз срезал два срезал три-четыре и по бетону если будешь кряво у меня такое ощущение по бетону по побелке по штукатурке какой-то по гипсокартону и он затупился и давай его точить там вот этот вот мудохаться надо проще лезвие новое вставить в канцелярский нож дешево дешево канцелярский нож стоит 25 рублей лезвие к нему сколько стоит ну блин не знаю сколько они там стоят я не помню просто ну пусть будут они стоить 100 рублей пачка минимум будет там 10 штук этот нож стоил 1100 рублей сейчас можно где-то его за 900 купить сколько вы купите пачек лезвий для канцелярского ножа и вот как вы его будете выводить точить вот эти вот филийниковые вот эти спуски там и так далее только разве если вам прям вот хочется это делать именно ножом или просто он почему-то нравится я думал что это будет такой скальпелек так хоп но из-за того что он пришел кривой щели у него были еще больше об этом ютубе рассказывают еще больше чем на вот этом на рабусте и от этого разочарования у меня я не люблю асимметричные какие-то ножи с завалами лезвий это просто караул мораль рейтинг решит в общем надеюсь все наверное рассказал кому не ясно вот этот нож показывал только потому что проверял сталь на коррозионную стойкость к морской воде это сталь под вопросом ее никто пока там тесты не показывал либо подделками какими-то либо серия аутос кстати еще аутос по определенным там как бы по некоторым данным это может быть 420 сталь тромантина ее используют где именно она об этом не говорит ну не на профессионалах конечно но все же и может быть как бы на аутоси 420 бака станли проверим позже будут вопросы пишите в комментариях особо тролло буду как бы вас блокировать никогда мне на дрязги в интернете там время тратить нервы просто хочу хотел и хочу поделиться своим впечатлением заметками о том что такое хороший нож из всего этого обзора что я вам сейчас показал вот это хороший нож не только я об этом сказал вот это хороший нож по мнению интернет пользователей да там и блогеров 50 на 50 кому-то нравится кому-то нет я вам сказал что мне не нравится я вам показал что мне не нравится может быть в какой-то речушке в водоемах каких-то он не будет ржаветь но в черном море у вас за считанные минуты может быть часы начнет ржаветь и будут последствия это это плохо поэтому все нивелируется его плавающими способностями у китайцев пока ничего более ну ничего толкового что могло бы переплюнуть от этого вообще скорее у китайцев я имею ввиду производителя ничего не получилось этот нож я знаю что за сталь ну я по ним не то что знаю я понимаю что за сталь с какими свойствами потому что я таким же орудую на кухне меня устраивает геометрия клинка и я спокойно смогу работать по рыбе снимать хули очень редко когда мне это понадобится вот теперь уже наверное действительно все всем спасибо до свидания я Продолжение следует...